приветствую всех на моем канале меня зовут иваницкая ирина и это весенний флешмоб кто не знает флешмоб начала русалина ну а я свою стафету получила от брынцевой татьяны и мой цветок это прострел в народе его называют сон трава к моему мастер-классу мы перейдем позже а сейчас я хочу тоже передать эстафету другому мастеру и этим мастером будет шумковская татьяна татьяна у тебя будет прекрасный весенний цветок глициния так что мы ждем твой мастер-класс и следующий мастер которому я передам эстафету это будет артем толстов так как его нету на ютубе мы будем все ждать его мастер-класс вконтакте артем твой цветок анемона так что танюшка артем мы ждем ваши мастер-классы времени у вас вся следующая неделя если сделаете раньше то будем рады увидеть раньше ваш мастер-класс удачи вам успехов дерзайте ну а мы переходим к моему мастер-классу всем приятного просмотра и мы будем делать брошь с сон травой мне много вопросов приходит про польскую полимерную глину поэтому чтобы сразу всем ответить мы будем лепить именно из нее чтобы польская пластика была удобной для лепки ее нужно подсушить достаете ее из упаковки кладете на лист бумаги и накрываете сверху вторым листом время сушки у меня составляет от 1 до 3 месяцев все зависит от ее мягкости для работы нам понадобится польская пластика фиолетового белого коричневого и желтого цвета и маленький кусочек зеленой пластики фирмы fimo круглая основа для броши и шерстяные белые нитки из фиолетовой глины катаем капельку и разрезаем ее на 6 равных частей каждый лепесток сплющиваем пальцами и заостряем кончики стеком углубляем серединку немного надавливая на нее и еще раз плющиваем лепестки делая их тоньше иголкой прорисовываем прожилки на лепестках загибаем кончики лепестков немного вниз и поднимаем все лепестки вверх чтобы цветок получился округлым в середину вклеиваем желтый шарик иголкой придаем ему текстуру добавляем в центр еще маленький шарик коричневой пластики и также делаем текстуру то же самое проделываем и с белым маленьким шариком отрезаем лишнюю глину должно получиться три цветка разной формы и лепестки на цветках можно подкрутить тоже в разную сторону берем шерстяные нитки и нарезаем их ножницами это будет пух для цветов смазываем цветок фимогелем и с помощью зубочистки приклеиваем на него белый пух на этом этапе запекаем цветы 5 минут при 110 градусах так как в польской глине зеленый цвет очень неестественный мы будем делать его сами смешиваем белую польскую глину и кусочек зеленой глины фима катаем капельку сплющиваем ее и разрезаем ее на 5 ровных частей каждую часть заостряем иголкой рисуем прожилки снизу листик загибаем и скатываем небольшую ножку нам понадобится 3 листика берем основу и закрываем всю ее поверхность зеленой глиной и на фимогель начинаем собирать цветы хорошо приклеиваем их друг возле друга а в промежутках вклеиваем листики придавливая их к основе зубочисткой вот такая брошь должна получиться вот такая брошь должна получиться 10 минут при 110 градусах после того как цветы остынут вынимаем их из основы и снова вклеиваем обратно на супер клей брошь с сон травой готова спасибо вам за просмотр и за вашу поддержку желаю вам творческих успехов подписывайтесь на мой канал и лепите вместе со мной а мы встретимся в новых мастер-классах субтитры подогнал «Симон» и субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...